Преображенский сельсовет считается одним из лидеров появки на выборах. Его глава Дмитрий Горелов сам всегда участвует в голосовании и помогает в организации избирательного процесса на территории муниципального образования. Важность выборов сегодня необходимо показать школьникам, уверен Дмитрий Юрьевич, ведь некоторым участникам придется голосовать через 2-3 года. Это актуально, я думаю, не только в нашем сельсовете, а вообще на территории страны, поскольку мы в игровой форме, все-таки детей вовлекаем во взрослые достаточно процессы. То есть период взросления и период восприятия того, что и как должно быть устроено в государстве, оно происходит постепенно. И когда наступит возраст 18 лет, дети уже будут морально готовы понимать, что для них значит выбор, и будут совершать свой выбор осознанно. В мероприятии принимают участие старшеклассники. Избирательное право они уже изучают на уроках общества знания. А вот закрепить знания поможет игра, уверены организаторы. Проводя игры, мы, конечно же, стремимся в доступной, популярной форме донести до ребят основы избирательного права. Школьники Преображенки и Горевки поделились на две команды. Им нужно пройти семь туров игры, чтобы доказать, кто же лучший. К предстоящим состязаниям команды начали готовиться заранее. Нам задавали вопросы, мы у них отвечали. У нас есть замечательный преподаватель истории и общества знания, Ломакин Артемий Юрьевич, и он нас готовил к предстоящей игре. Мы изучали конституцию Российской Федерации, также какие-то общие вопросы. Нам скоро тоже исполнится 18, мы тоже пойдем выбирать. Мы будем юные избиратели, поэтому каждому, я считаю, гражданину нужно знать эти права. Каждая команда показывает блестящие знания и набирает одинаковое количество баллов за все задания. Объявляется дополнительный конкурс, в котором принимают участие только капитаны команд. Каждому из них необходимо найти ошибки в задании, описывающем выборы на одном из избирательных участков. Зал поддерживает игроков. Горьки! 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 С отрывом в несколько очков выигрывает Горевская команда. Все участники получают грамоты и подарки. Игра была очень интересная, познавательная. Для некоторых она, конечно, была сложная, но, как по мне, игра получилась очень легкая, получительная, познавательная. И мне очень понравилось. По-моему, мне не были достойные соперники. Но это не все. Теперь участникам придется самим симпровизировать выборы лидера молодежи из Китимского района. Сформируем из них участковую комиссию, покажем, как проходит вообще голосование, как они сами сходят, получат бюллетень, проголосуют в месте для тайного голосования, спустят этот бюллетень в урну. И, собственно говоря, потом участковая комиссия, которая будет из этих же ребят, подведет итоги, кто будет победителем на нашем вот таком импровизированном мероприятии. Такие мероприятия уже прошли в поселке Листвянский в селе Верхкайон. Следующая игра пройдет в селе Ущом.